Это облако раздумья, светило солнце. Это философский мотив. Это травы былинные, которые переходят в деревья. Художник Павел Самойлов описывает одну из своих любимых картин. На ней отображены змеевские мотивы. Те живописные места, где художник любит бывать и заниматься творчеством. Картины представлены вместе с другими работами на персональной выставке «Родная земля». Поклонники творчества Павла Самойлова их видят впервые. Картины были написаны в прошлом году и до сегодняшнего дня не выставлялись. Мастер делится секретом. Выставка завершает цикл работ и дает старт новому этапу творчества. Он будет посвящен Булгарии. Именно эта тема завораживает художника. Моя Булгария, которую я сделаю, уходит туда, в космос, к звездам. Понимаете, звездная Булгария будет у меня. Она будет очень обыкновенная. Я уже ее вижу. Как Шарль Чаплин говорил, он великий был еще режиссер, не только комик, он великий режиссер был. Он говорил так, что картина у меня готова, осталось ее только снять. Так вот, Булгария моя тоже готова, ее только осталось нарисовать. На творческой встрече Павел Самойлов рассказывает о своих картинах. Выставка организована в честь юбилея художника. Ему исполнилось 75. Всю свою сознательную жизнь Павел Ефимович посвятил искусству. Он с ранних лет любил природу, с тонкостью замечал ее красоту и умело передавал свои чувства на холсте. Профессиональный художник, скульптор, поэт, писатель. На открытии выставки сотрудники Государственного музея-заповедника благодарят мастера за вклад в культуру Чистополя. Он очень много дарит своих набросок, своих картин. Или в нашем полном музее-заповеднике, отмечу, что хранится более ста его эскизов или о работе. Выставка расположена в Музее истории города. Она будет работать до марта. Оценить узнаваемые красочные пейзажи, поразмышлять над их философским содержанием могут все неравнодушные к искусству Чистопольца и гости города. Вот такой торт из Пеклина. Праздничный торт. Тоже здесь символ года. И вот это все наполнение. Главный библиотекарь Ольга Андреева показывает конкурсантам детские работы. Все они выставлены в Центральной библиотеке в рамках пятого муниципального конкурса «Символ года своими руками». Здесь представлены игрушки, связанные спицами и крючком, выполненные из ниток, фетра и фоамирана, вышивка, модульная оригами, отдельные композиции и даже предметы интерьера. У нас уже читатели полюбили этот конкурс и ждут этот конкурс. И мы думаем, что у нас совсем скоро будет целая коллекция. И мы хотим сделать коллекцию по всем годам 12. Пятый год подряд участвуем и вот являемся победителями. То есть у вас необычная работа? Ну да, стараемся каждый год что-то сделать новое. Продумываем, смотрим в интернете, что есть. И вот нынче у нас связаны тигрята. По итогам конкурса эта работа вошла в число лучших. Мама-победительница Полина Базаровой уверена, такие конкурсы развивают ребенка и сближают с семьей благодаря совместному творчеству. В этот раз на суд жюри представлено более 100 работ в 20 номинациях. Одна из самых юных участниц – трехлетняя Камиляна Сырова. Она стала победительницей в номинации «Совместное творчество». «Что это такое?» «Тигр». «Из чего он сделал?» «Из гипса». «А с кем ты делала эту работу?» «С мамой и с папой». «Из года в год меняются поделки, как мастерство растет. Да, возможно, она с кем-то делала эту работу, да. Но мы же говорим, что это совместное творчество». На церемонии награждения всем победителям вручают дипломы. Выставка игрушек будет открыта для всех гостей Центральной библиотеки до 1 февраля. Она уже зарекомендовала себя в проекте «Пушкинская карта» и вдохновила многих детей на участие в муниципальном конкурсе в будущем году. «Прошло много экскурсий детей от 14 до 22 лет. И эта выставка пользовалась успехом. И еще хотела бы сказать, что у нас на выставке совсем недавно были дети из революционного центра «Балкыш». Они были вообще в восторге от этой выставки. И тоже возникают у детей, когда они видят эти работы, и возникает желание и новая идея сделать самому что-то». Редактор субтитров А.Семкин